Рядом со мной Сергей Иванович. Сергей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Иванович, мы находимся на деловом открытии Московской ассоциации предпринимателей, на открытии сезона. Расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит и чем это все полезно предпринимателям? Я думаю, что ни для кого не секрет о том, что наиболее важная часть экономической программы и правительства, и органов государственной власти, в том числе и федерального собрания, это, конечно, ситуация в экономике. Но это не просто, давайте поговорим, что называется об экономике, это напрямую затрагивает каждого из нас. Вот предприниматели здесь собрались с достаточно большим количеством вопросов. Что делать в условиях мобилизации? Хорошо ли разработаны те законы, законопроекты, которые могут позволить им не остановить свое производство, а наоборот дорастить эти объемы? Второе. Что нужно сделать для того, чтобы в условиях вот все возрастающегося бюджета, и спасибо огромное за это предпринимателям, как правильно распределить вот эти доп. доходы для мер поддержки? Ну, мы должны же восстановить ладистические цепочки. Мы должны же, так сказать, построить порты, железные дороги и многие другие для того, чтобы активно экспортировать свои продукты. Да, у нас, слава богу, в Российской Федерации, благодаря московским предпринимателям это очень хорошо получается. Конечно, для нас крайне важно четко понимать о том, как нам перестроить, ну, скажем так, малый и средний бизнес, прежде всего, на промышленные рельсы. У нас много хороших ресторанов, у нас много хороших, так сказать, там, объектов экономики, связанных там с потребительским рынком. Но нам очень важно, чтобы у нас как можно больше появилось танкостроительных предприятий, как можно больше появилось предприятий в области автомобилей или авиастроения, прежде всего, связанных с производством комплектующих. Потому что никуда же не годится, чтобы вот при наличии такого обилия интереснейших и умнейших людей, мы сейчас вынуждены приобретать автомобильные или авиационные запасные части за пределами Российской Федерации. Где-то в Иране, где-то в Китае, хотя можем сами. Поэтому то, что сегодня происходит, это в какой-то степени, ну, такая вот мозговой штурм. Это желание сделать по-настоящему такой вот шаг вперед к тому, чтобы страна стала импортонезависимой, страна стала обладателем технологического суверенитета, о котором мы мечтаем. Ну и последнее, конечно, мне, знаете, очень понравилось. Вот сегодня, когда мы общались в кулуарах, очень многие разговаривают о судьбе трудовых коллективов. С точки зрения, как вы считаете, вот если вот такое мы предложение внесем по изменению законодательства, люди будут довольны, люди не будут уезжать. Мы готовы повышать заработную плату, мы готовы обустраивать рабочие помещения. То есть люди думают не о своем кошельке. Люди думают не о себе лично, как бизнесмена, хотя это ничего там плохого нет. Люди думают о людях, о России. И я считаю, что вот я сегодня еще раз услышал эту замечательную, так сказать, фразу о том, что мы готовы менять Россию. Мы готовы сделать ее по-настоящему сильной, счастливой и как можно больше населенной такими красивыми людьми, как вы. Сергей Иванович, а какие советы вы можете дать предпринимателям в такое непростое время, турбулентное время, как им не терять самообладание и оставаться на плаву? Вы знаете, вы и сами ответили. Не надо ничего, так сказать, там переживать и там близко к сердцу воспринимать. То есть надо понимать о том, что это вызовы, но надо понимать о том, что вызовы – это возможности для развития. Это вызовы – это не для того, чтобы, так сказать, скукожить свое предприятие и сказать там, что ну вот я сейчас там в тину упаду и меня там никто, так сказать, не достанет, я там со своей кубышкой проживу. Нет. Я считаю о том, что надо по-хорошему рисковать. У нас с вами есть в нашем лексиконе известные изречения, да, там кто не рискует, тот не пьет шампанское. Думаю, что при том обилие мер поддержки, а у нас свыше 300, 300, такого даже в Америке не было, когда господин Трамп, например, приходил и проводил там огромную экономическую реформу. Мер поддержки более 300. У нас уже по 280 мы приняли законы, подзаконные акты. Поэтому, ну давайте развивать, давайте, друзья, двигаться вперед, и у нас все получится. Спасибо, Сергей Иванович, за ваши советы и за вашу поддержку. Спасибо, удачи вам, всего самого доброго.